Итак, давайте начнем. Мы, собственно, начинаем последнюю лекцию моего курса. И я в прошлый раз обещал заняться сдачей о форме границы. Давайте я спрошу, кто из здесь присутствующих слышал слова «центральная предельная теорема». Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо. Хорошо. Прежде чем я это сделаю, давайте я отдам небольшой долг, а именно, если помните, я еще с самой первой лекции упоминал про эвкажение равенства, про то, что если у нас есть события вида, что-то откуда-то пробивает, что-то монотонное, то они все положительно коррелированы. Давайте просто это дело докажем. Значит, часть 0, ФКЖ. Ну, на самом деле, кажется, в этой постановке это называется Харрис, в смысле, неравенство Харриса, неравенство положительной коррелированности. Представьте себе, что мы подбрасываем много-много раз независимых монетку, либо проводим оребры, либо открываем или не открываем вершины, решаем, что произошло в системе, и по результатам этих подбрасываний, которые бывают нулем или единицей, по результатам n подбрасываний, ну давайте я для простоты буду считать, что вероятность половина половинок, так как вы видите, вот это точно ни на что не влияет. Так вот, по результатам n подбрасываний я решаю, произошло у меня интересующее меня событие или нет. Например, таким событием может быть пробой с левой стороны на правую, по ребрам или по вершине. Конкретно я от события предполагаю следующее. Если для какой-то последовательности нулей и единиц оно случилось, то если заменить какие-то нули на единицы, оно все еще происходит. Итак, определение события А монотонное, вообще-то я должен был бы сказать монотонного взраста, но я буду просто говорить монотонное. Событие А монотонное, если омега, то есть набой подбрасываний, принадлежит А, омега штрих, отличается от омега заменой нескольких нулей на единицы, но не наоборот, тогда омега штрих тоже принадлежит А. Утверждение ФКЖ, ХАЭС, это что вероятность пересечения двух монотонных событий больше либо равна произведению их вероятностей. Замены нескольких нулей на единицы. То есть в омега, например, какие-то ариобры не проявили, а в омега штрих проявили. Понятно, что наличие пробоя это ухудшить не могло. Конечно, это такая совершенно общая лемма о монотонных событиях. Может быть, значит. Я не встречал этого названия, но... Понятно. А как это пишется и когда это? А как пишется? Хорошо. Понял. Окей. Спасибо. Вот. Ну что, давайте доказывать. Как известно, не знаешь, как доказывать, доказывать по индукции. Давайте предположим, что мы уже доказали... Значит, пусть уже доказано для n-1 подбрасывание. Да, база проверяется тривиально. Например, я думаю, что я просто смогу объявить базой ситуацию, когда каждое из событий а и б имеют либо вероятность 0, либо вероятность 1, потому что они зависят от подбрасывания вообще. Ясно, что тогда утверждение выполнено. Так вот, пусть доказано для n-1 подбрасывание. Докажем для n-1. А именно, посмотрим на последний ри-бл и посмотрим на то, решаем ли мы его проводить или не проводить. Тогда... Кстати, а кто из вас слышал слова условная вероятность? Ага. Значит, давайте я скажу, что вероятность события а это, вообще-то говоря, на языке большой науки, то, что я говорю, называется формула Борриса. Нет, формула полной вероятности, формула Борриса, это все-таки еще более сложная вещь. Значит, на языке большой науки это формула полной вероятности, но по-человечески понятно, что вероятность а это среднее айфметическое того, с какой вероятностью происходит а, если мы уже знаем, что и бро берем, и вероятности события а, если мы знаем, что и бро не берем. А вероятности там по одной второй? Вероятности по одной второй. Иначе здесь было п, а здесь один минус п, где п вероятность этого и бро. Значит, те, кто не слышал слова условная вероятность, когда пишут вероятность чего-то, потом четечку, потом что-то еще, то считается, что это вероятность этого, по и условия этого. Мы договорились, что а и бро берем, и смотрим, сколько вероятность получилось то, что получилось. Квадратные скобки обычно пишут не только для целой части, но и в качестве замены круглых, чтобы не осчитывать радиус кривизны у слишком высокой окружности. А так, квадратно, щелк, повел докуда надо, щелк. Очень технологично. То же самое правда для вероятности B. Вероятность B, это средняя айфметическая вероятность A, если мы провели это и бро, B, просите, B. Значит, народ еще следит, и это хорошо. И вероятности B при условии, что а и бро не провели. Мы предположили, что если а и б монотонные. Дам. А и бро, в принципе, монотонность, считает, что P от B меньше, чем первое спад, меньше вероятность агайма. Простите? P от B меньше, а там P от B прибавлено на B. P от B, значит, да, очень хороший вопрос. Смотрите, B событие монотонное. Поэтому, когда мы, раз мы знаем, что добавление айфметическая вероятность A не может ухудшить событие, то из двух усоединяемых вещей условная вероятность, если мы говорим, что и бро не проведено, не больше, чем условная вероятность, если мы говорим, что и бро проведено. Поэтому условная вероятность, если мы не проводим и бро, меньше либо равна итоговой условной вероятности, меньше либо равна условной вероятности, если мы говорим, что и бро проведено. Значит, очень хороший вопрос, и действительно здесь есть эта неареянность. Итак, и то же самое верно, про пересечение а пересечь с b, которое я списывать уж не буду, хочется верить, присутствующие сами готовы это сделать. А теперь смотрите, для а, для b и для а пересечь с b мы от ситуации, когда у нас есть n-реби, перешли к условным ситуациям, когда нам нужно только n-1 подбрасывание. Потому что мы договорились, что мы в каких-то ситуациях айбру берем, в каких-то ситуациях айбру не берем. Соответственно, вероятность а пересечь с b при условии, что мы последнее айбру взяли, по предположению индукции меньше либо равна произведению таких же условных вероятностей. Больше ли она, конечно, простите. равно 1 на айбру, потому что это предположение индукции. Мы, все это, это три события, которые происходят, если мы про последнее айбру решили, что мы его взяли. Мы решили, что мы взяли последнее айбру. После этого у нас образовались, если вы думаете в терминах булево куба, то мы просто все взяли и рассекли по одной из координат, и остался куб на единицу меньшей размерности. В этом кубе нам уже нужно только n-1 подбрасывание на оставшиеся айбру. И вот это, это пересечение соответствующих событий. А это автоматически очевидно. Мы просто взяли и в качестве последней координаты зафиксировали единицу. Те исходы, которые берем, просто из них выделили кубик грани. Хорошо? Хорошо. То же самое, правда, если я сейчас напишу en на равно нулю. Значит, вероятность a пересечь b при условии, что en на равно нулю, больше не равна тому же самому при условии, что en на равно нулю. Хорошо. Ну а теперь давайте возьмем, посчитаем среднеархметическое. Потому что, а это другая из параллельных грани. Вы взяли, вместо того, чтобы положить, что последняя обрыва равно единице, последняя обрыва равно нулю. Мы просто запрещаем менять последнюю координату. Это не меняет того факта, что оставшиеся величины, зависящие от минус одной координаты, мы на тонны. Значит, у вас будет событие нулевой вероятности. Значит, вы докажете, что что-то больше либо равно нуля. Вероятность с утра была неотрицательной. Согласились или не очень? Я просто говорю, что у меня монотонность по всем координатам. Ну, в частности, если я одну из них зафиксирую, то у меня останется монотонность по n минус одной координате. Функция монотонна, возрастающая по каждым координатам, монотонна и по каждым, если я одну из них зафиксирую. Вот. Ну а теперь давайте возьмем среднеархметическое. Значит, половина на вот это вот в сумме. Слева будет просто вероятность а пересечь с б уже безусловий, потому что здесь как раз-таки та самая формула полной вероятности, которую я не стал дать списывать. А теперь давайте я обозначу две вероятности для события а через а1, если е на равно единице, и а0, если е на равно нулю, ну и для b, соответственно, через b1 и b0. Я обозвал эту вероятность а1, эту а0, эту b1 и эту b0. Заметьте, что как, собственно, выспо... что мы уже видели в ответе на ваш вопрос, из-за монотонности а1 больше либо равно а0, и b1 больше либо равно b0. монотонность. Все, кто входит сюда, если у нас какой-то набор подбрасываний для n минус 1 и b входит сюда, в а, где е на равно нулю, то он входит и сюда, где е на равно единице просто по определению. Мы переходим от одного к другому, заменяя 0 на единицу по последней координате. Поэтому в подсчет вероятности, если мы считаем, что мы n на и b не взяли, все, что туда входит, все возможные варианты выпадений n минус 1 и b в начале, туда же входит и возможные варианты выпадений. Все такие варианты входят, если мы последнее взяли просто по определению монотонности. Это замена нуля на единицу на последней позиции. А может быть входит еще что-то еще. Поэтому больше либо равно и здесь, и здесь. Хорошо. Значит, неравенство, ну, видимо, уровня 10 класса. Если у вас положительные числа, удовлетворяющие условию, что первое больше либо равно второму, третье больше либо равно четвертому, то сумма произведений, то среднее произведений больше либо равно произведению средних а1b1 плюс а0b0 пополам больше либо равно а1 плюс а0 пополам на b1 плюс b0 пополам. Потому что мы большее число умножаем на большее. Да. Может быть, я не хочу об этом сейчас думать. Значит, если мы перемножаем среднее, то мы получаем меньше, чем если мы перемножаем большее на большее, а меньшее на меньшее. Доказательства от слова очевидно до слова перенесем в левую часть и разложим на множители, которые будут а1 минус а0 на b1 минус b0. Я полагаю, что это нет нужды доделываться. А теперь обратите внимание, что у нас нарисовалось ровно то, что нам нужно. p от а пересеченной sb это среднее арифметическое вероятности при условии, что мы взяли последний и при условии, что не взяли. По предположению индукции, одно из них оказалось произведением условий вероятности а и b, если мы взяли последний и б, а второе, если мы его не взяли. То есть среднее произведение, которое по школьному неравенству больше либо равно произведению средних, а среднее, как мы знаем, это и есть p от а на p от b. Среднее а1 и а0 это просто вероятность а, среднее b1 и b0 это просто вероятность b. Вот мы и получили, что p от а пересеченной sb больше либо равно p от а на p от b. конец доказательства. Вот, ну, значит, не то, чтобы это было нам критично нужно, но, раз уж я это предекларировал, что оно делается такими простыми методами, мне кажется, стоило показать. Звусси, если вы вдруг не уследили, то ни огочести, оно нам на доказательном уровне нигде не потребуется. Мы сейчас, наоборот, начнем все сильнее и сильнее махать руками. Вот, хорошо. А теперь давайте перейдем к делу, а именно к задаче о форме границы. Итак, вот в прошлый раз, когда мы занимались задачей о вероятности пробоя, мы говорили, что вот у нас есть область, вот в ней отмечены четыре точки А, Б, С, Д на границе, и нас интересуется, с какой вероятностью есть пробой от А, Д к Б, С по открытым вершинам. Давайте я скажу, что можно ставить задачу по-другому. Представьте себе, что у нас есть область с двумя отмеченными вершинами, которые я, дайте секунду подумать, да, которые я, видимо, хочу обозначен в упорочками А и Б. И давайте считать, что я возьму границу этой области и шестиугольники, которые на границе, с одной стороны покрашу в закрытый цвет, а с другой в открытый. Тем самым у меня есть компоненты связанности одних и компоненты связанности других. Вопрос, который я собираюсь обсудить, это как выглядит граница между ними. В частности, то, что я нарисовал, на самом деле рисунок неаккуратный и будет не совсем так. Но я не хочу сейчас рисовать более правильный ответ, потому что он вызовет больше вопросов сейчас, чем когда он появится. Почему эти две компоненты связанности соприкасаются по всей своей деятельности? Значит, мы уже обсуждали, что ограничить рост компоненты связанности может только компоненты связанности, потому что на треугольной решетке вершины, которые граничат с одной, к примеру, открытой, граничат и друг с другом. Поэтому в реальности, если у нас будет компонента связанности, то ограничивает ее компонента связанности или ее часть. Но мы сейчас ровно это и начнем обсуждать. Давайте я специально заранее нарисовал рисунок. Итак, давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Вот некоторая часть. Вот мы часть шестиугольников объявили открытыми, часть закрытыми. Давайте скажем, что мы входим внутрь нашей области по границе между открытым и закрытым шестиугольником. И задимся вопросом, что у нас в том шестиугольнике, в который мы воткнулись. Если он тоже закрытый, то нам ничего не остается, как свернуть направо. Это единственный способ продолжать идти так, чтобы у нас по правую руку был открытый, а по левую закрытый. Наоборот, если он окажется открытым, то мы свернем налево. И тривиальной индукцией доказывается, что у нас после каждого ребра, у которого слева открытый, а справа закрытый, мы единственным образом можем к нему присобачить следующее, так чтобы опять справа была открытая, а слева закрытая. Что, простите? Смотрите, я не зря сказал, что у меня вся граница покрашена. Внимание, вопрос. В какой момент такой процесс может прекратиться? Поднимите, пожалуйста, руки, кто готов дать ответ. Один человек, два человека, три человека, четыре человека. Нет, мало. Смотрите, еще раз. Давайте я заявлю процесс. Мы начинаем с ребра, который отделяет открытый шестиугольник от закрытого. После этого на каждом, каждое следующее ребра, которое мы берем, если у нас шестиугольник, в который мы уткнулись, закрытый, мы сворачиваем направо, и у нас опять справа открытый, слева закрытый. Если же, давайте вот этот еще будет закрытым, так что мы повернем опять направо. А теперь мы уткнулись в открытый, сворачиваем налево, и у нас слева закрытый, а справа открытый. Казалось бы, мы всегда можем достроить следующий. Вопрос. Поскольку у ребра внутри конечное число, наверное, в какой-то момент что-то должно сломаться. Вопрос. Как оно может сломаться? Как вообще, в принципе? Что должно произойти? Поднимите, пожалуйста, стройки, кто готов ответить. Раз, два, три, три. Ну, вот давайте вы, если нам не сложно. Только громче. Когда он проведен, он полностью... Полностью это докуда? А какой границы? Вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Да, да, да. Нет. Да. Спасибо. Да, 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 нет. Вы совершенно правы. Я, прошу прощения, просто удостоверился, что вы произнесете все нужные слова. Так вот. Действительно, мы продолжим этот путь. Ну, давайте сейчас здесь тоже открытое, чтобы он посильнее побродил. И единственный способ сломаться для нас, это выйти из области. А выйти из области мы можем через единственное ЭБЛ. Потому что мы так заявили. Я заявил, что я так хочу. Это две связанных части. Они не обязаны быть половинками, они могут быть любой длины, но это две связанных части. Внутри вы имеете в виду, что вот здесь нет разрыва, да. Значит, одна связанная синяя и одна связанная красная на границе. Нет, внутри, конечно же, конечно же, конечно же, когда мы нарисуем вот этот путь, то внутри, давайте я дорисую здесь еще пару открытых шестиугольников, вполне внутри компоненты синих вполне может быть компоненты красных. Но граница синяя. Нам хватает знания, что граница синяя и связанная. Потому что, поскольку она синяя, то все ребра здесь с обеих сторон ограничены синими, а значит, мы не можем сквозь это место пройти. Мы проходим только потому, что отграничивает синие от красного. Открытое от закрытого. Да, потому что я так захотел. На самом деле, вот если бы, давайте уже сразу привяжу этот вопрос к соседнему. Представьте себе, что я беру предыдущую задачу, вопрос вероятности пробоя с дуги АД к дуге ВС, и рисую четыре компонента вместо двух. Открытые между другами, открытые вдоль дуг АД и ВС на границе. То есть, везде вот здесь у меня маленькие-маленькие-маленькие открытые шестиугольнички. А везде вот здесь маленькие-маленькие закрытые. Например, можно считать, что я их представил снаружи области, чтобы не менять того, что происходит внутри. Тогда, если я начну, если я войду через... Если я войду через границу, которая между красными и синими, которая находится в точке А, то где я могу выйти? А в С? Смотрите, я не могу выйти в С, потому что выход в С означает, что у меня открытая справа, а закрытая слева. Это, конечно, как на том рисунке, но на этом рисунке я уже вошел так, что у меня закрытые справа, а открытые слева. Поэтому я должен выйти либо в D, и тогда из B я пройду в С, либо наоборот, выйти в B, а из D я пройду в С. А что вы можете сказать о вероятности пробоя, и как она соотносится с тем, что я сейчас нарисовал? Сейчас, секунду слова нет, кто-нибудь еще, наверное, сетки. Так. Давайте я повторю вопрос. Вот я поставил вопрос о том, как идет граница, и спрашиваю, как то, как идет граница, соотносится с пробоем. Давайте вот. Верятность картинки справа – это и есть вероятность пробоя, потому что вот он прошел, пошел, пошел, пошел. Собственно говоря, это будет самый низкий пробой, который стартует из точки А. Просто потому что мы, пробой, который есть левая граница зеленого интерфейса, если он воскнулся в точку B, это и есть самый-самый низкий возможный путь по открытым вершинам, потому что мы его практически так и строим. Мы каждый раз, насколько можно, сворачиваем направо. А слева нарисован в точности пробой по закрытым снизу вверх. Ну, на самом деле, вам никто не сказал, что они где-нибудь не оказываются на расстоянии одной клетки. Ну, и дальше, а вот то, что дальше, я пока не хочу вдаваться, а может быть, совсем не хочу. Ну, вообще-то говоря, зеленому пути никто не помешает пройти вот так. Поэтому уже видно, что это схожие вопросы. Так, сколько у нас сейчас времени? Сколько прошло, сколько осталось? Осталось полчаса, да? А, прошло полчаса. Замечательно. Очень хорошо идем. Итак, давайте я сообщу следующее. Я беру задачу об интерфейсе в ситуации, когда областей две. Когда компонент границы две. Не областей, а области, то, что в середине. А делю ее на два куска, красная и синяя. Так вот, я хочу сказать, что когда мы переходим к пределу при стремлении решетки к нулю, у нас есть некоторый характерный тип поведения границы. Значит, кому из вас знакомы слова «предел по распределению»? Поднимите, пожалуйста, руки. Ага. Да, значит, это нормально. Я выяснял, вдруг я могу сказать высокоштельным языком. Будем говорить человеческим. Итак, смотрите. Давайте я напомню, что у нас в теории вероятности есть такая вещь, как закон больших чисел. Вот мы подкидываем монетку миллионы раз, и доля орлов, скорее всего, будет в районе половины. Но к закону больших чисел есть такая вещь, есть уточнение под названием центральная предельная теорема, которая говорит на вопрос, а насколько и в каком масштабе будет отклонение от этой самой доли в половину. Если мы делаем n подбрасываний, то характерный масштаб отклонений корень из n, но результат недетерминирован. Вот здесь уже, например, получить больше половины и меньше половины – это равновероятные вещи. Получить больше, чем половина плюс корень из n, на самом деле, стремится к некоторой конкретной величине. Вероятность того, что вы после того, как вы вычтете половину из доли, умножить ее на корень из n, вероятность того, что вы попадете в какой-то конкретный интервал, сходится к какой-то вероятности, которая называется, и средствующее распределение вероятности называется гауссово-нормальное распределение. Я сейчас проговорил, что такое ЦПТ, потому что у нас сейчас образуется примерно та же ситуация, но с кривыми. Вот у нас есть случайная кривая интерфейса. Когда мы, зафиксировав область, устремим размеры решетки к нулю, неправда, что эта кривая будет стремиться к чему-то дитями нервными. Это всегда, сколь угодно мелкую решетку мы берем, это заметно случайная кривая. Но вероятность того, что она пошла любым конкретным, любым разумно описываемым образом, это вероятность какая-то вполне конкретная, ни ноль, ни один, и у нее есть предел. Например, я могу здесь провести какую-нибудь белую загогулину, фиксированную, и спросить, с какой вероятностью интерфейс, да, я произнес слово интерфейс, и видимо, я его буду произносить всегда, потому что оно у меня уже запомнилось, граница между двумя компонентами называется словом интерфейс. Вот зеленая загогулина, это интерфейс. Как мы после увидим, он условно user-friendly, но интерфейс. Так вот, вероятность того, что интерфейс задел зафиксированную кривую, давайте я обозначу, например, гамма, вероятность того, что интерфейс пересечет гамму, у нее есть предел, когда шаг решетки стремится к нулю. Вот если я зафиксировал какую-то кривую, будет какой-то предел. Приведу другую кривую, будет какой-то еще предел. Могу спросить, с какой вероятностью интерфейс заденет одну из двух. Не заденет ни одну. Придет внутри некоторого коридора, внутри области. Наоборот, выйдет за этот коридор, пересечет отрезок вот здесь. У любой такой вероятности есть некоторый предел. поэтому, в общем, логично ожидать, что ответом будет случайная коридория, что точно так же, как когда мы занимаемся центральной предельной теоремой, то у нас в пределе получается что-то, а именно гауссовое распределение, случайный закон, точно так же здесь у нас в пределе будет случайный закон, только в отличие от центральной предельной теоремы, где у случайного закона значения принимались в числах, здесь случайный закон, принимающий значения в кривых. Давайте я покажу еще раз ту картинку, которую я уже один раз показывал. Можно пустить компьютер по рядам просто. это слайд из лекции Шерама, показывающий, как именно идет в какой-то из задач интерфейс. Вы видите, что он очень сильно извилист. Извилист вплоть до масштаба отдельных шестиугольничков. Поэтому, когда у вас размер по решетке стремится к нулю, очень естественно ожидать, что предельный объект будет совсем извилист. Я сейчас декларирую вещь, не доказывая ее, почти не вдаваясь в более подробные детали, оказывается, что предельная кривая очень сильно самокасающаяся. Верно, что ее длина почти, наверное, равна бесконечности. Верно, что ее хаусдорфовая размерность строго больше единицы. Значит, объект, которым является такая кривая, предельная, с положительной, с вероятностью 1, то есть закон сконцентрирован на тех кривых, которые в любом разумном смысле фрактальны, то есть, например, имеют дробную размерность строго больше единицы. Более, на самом деле, эта размерность вполне себе известна, просто я сейчас не хочу туда лезть. Но на самом деле про эту кривую, про этот закон понимают все, и более этого мы с вами сейчас попробуем чуть-чуть из этого выяснить. Так, давайте подумаем, все ли я сказал, что хотел. Я заявил, что будет предельный закон, я заявил, что предельный закон будет жить на плохих кривых, я заявил, что конкретно в этой сдаче кривые будут самокасающимися, и на самом деле, да, в общем понятно, что самокасание – это максимальная пакостность, которая разрешена, в смысле, что самопересекаться нельзя, потому что самопересечение сохраняется при малом возмущении, то есть мы не можем это получить, допредельные кривые простые. В пределе простых кривых можно получить самокасание, но не хуже. Впрочем, в некоторых подобных задачах в пределе получается кривая пьяна, кривая заполняющая плоскость. Ну давайте я даже скажу такую задачу, давайте на секунду отвлечемся, это задача под названием Uniform Spanning Tree. Давайте представим себе, что я взял, например, квадратную решетку, это граф, вот вершины, вот ребра. Итак, давайте я у этого графа выберу случайным образом остовное дерево, то есть дерево, которое проходит через все вершины. После этого давайте я у этого дерева возьму обход так, как можно обходить вокруг дерева. Я получаю некоторую кривую. Ну там стоит позаботиться о том, чтобы, если уж я хочу, чтобы оно было вот так, то мне нужно позаботиться о том, чтобы кривая входила с одной стороны, выходила с другой. То есть я, видимо, попрошу, чтобы граничные рубри не трогались, чтобы оно выглядело как-то вот так, например. И тогда я войду с этой стороны и с этой же стороны через какое-то время выйду. Так вот, вот здесь, поскольку получится дерево, а я должен посетить каждый квадратик, очень естественно, что в пределе получится кривая пиана. Спасибо. Оказывается, что такая кривая, что случайная кривая, получающаяся в пределе такой задачи, описывается почти так же, как интерфейс как интерфейс в этой задаче. Только здесь ответом являются три буквы и цифра 6, а вот здесь три буквы и цифра 8. Параметр другой. Так, давайте сделаем две вещи. Теперь, когда я поставил задачу, я, наверное, хочу попробовать сказать, что вопрос о том, чтобы описать какая-то такая кривая, на самом деле равносилен формуле карди. Давайте я сотру доказательства. Итак, вот у нас есть задача об интерфейсе, идущем из вершины А в вершину Б. И мы знаем, что у нас этот самый интерфейс, знаем на уровне пока мы и декларации, что он иногда оказывается самокасающимся. На самом деле он иногда касается и точек границы. Собственно, вы здесь это уже практически видели. Вот мы время от времени вполне себе ничего нам не мешает ткнуться лицом в границу. Правда, как только мы это сделали, нас немедленно начинает разворачивать, но это уж и вы. А теперь давайте я скажу, что вот те две картинки мне говорят, что есть… Значит, давайте проверим, чтобы я не соврал. Я хочу сказать, я хочу переобозначить буквочку Б буквочкой С, воткнуть здесь буквочку Б, здесь буквочку Д, и сказать, что вопросы про обои – это вопрос о том, какой из сторон Б, С и С, Д я коснусь первой. Еще раз. У меня есть задача в области. Давайте считать, что я могу взять и просто чисто волюнтористски, вот когда у меня здесь нарисовано А, Б, С, Д, вместо того, чтобы красить вот так, раскрасить ту же самую область, объявив открытой всю часть АС и объявив закрытой всю часть АС через вершину Д, а закрытой всю часть АС через вершину Б. Обратите внимание, что перекрасил я только шестиугольнички на границе, поэтому интерфейс, когда он пошел из точки А, у меня идет совершенно одинаковым образом до того момента, пока он не воткнется в одну из перекрашенных частей. После чего, если интерфейс воткнулся сюда, на дугу Д, С, то в этих терминах это значит, что он пойдет дальше направо и выйдет через вершину Д, а если он воткнулся в дугу Б, С, то в этих терминах это значит, что мы получили пробухи. Поэтому вопрос о том, как именно гуляет интерфейс, и кого именно он касается, если мы вдруг научились бы отвечать на этот вопрос до того, как доказали вы формулу карди, то мы могли бы ответить, доказать формулу карди словами, а давайте посмотрим, с какой вероятностью интерфейс, если уж мы умеем его описывать, касается первой одной из двух дуг. То есть и от вопроса о том, как идет интерфейс, можно перейти к формуле карди. На самом деле, да, на самом деле, ну, можно означало бы, что если бы у нас было достаточно хорошее описание. На самом деле, есть. На самом деле, верное и обратное, но в эту сторону я сейчас собираюсь взмахнуть руками и предложить мне поверить. то есть, смотрите, какой бы маленький четырехугольник я не нарисовал, я знаю вероятность пробоя в нем. То есть мы знаем, с какой вероятностью, как устроен пробой. В общем, знание того, с какой вероятностью устроен пробой так, с какой вероятностью устроен пробой так, с какой вероятностью устроен пробой так и так далее, знание всех таких вероятностей, естественно, поверить, что оно бы нам определило, как пошел интерфейс. Смотрите, я говорю следующее. Мы уже знаем формулу Кайди. В частности, мы уже знаем, что для любого четырехугольника как именно получается вероятность пробоя. Я очень хочу сказать фразу, виды того, что если мы знаем для любого четырехугольника вероятность пробоя, то мы знаем, с какой именно вероятностью кривая как пойдет. Например, можно вместо всей области брать ее часть, ограничивая, проводя из каких-то вершин какие-то ограничивающие дуги, и спрашивать, с какой вероятностью получается пробой в такой области, тем самым спрашивать, с какой вероятностью наш интерфейс коснется того, коснется другого, останется ограничен в такой области, останется ограничен в такой области. Можно поверить, что это достаточно богатое количество чисел, чтобы писать распределение на кривых. Сейчас, а кому из вас приходилось слышать слова «функция распределения»? Как вы помните, как помнят поднявшие руки, если у вас есть закон вероятности нового распределения напрямую, то вы его описываете, например, для любой точки х, говоря, с какой вероятностью вы меньше либо равны х. Вот здесь почти то же самое, только в качестве всех таких выступают вероятности проходов нужным образом по всем четырехугольникам. Давайте поверим, что этого хватает, чтобы все задать. И вот в этом месте я действительно взмахнул руками и заявил декларацию. Все, которые живут внутри, или все, которые живут на руках? Что вы имеете в виду внутри? В любом случае залатимаем четырехугольникам. Да, почему нет? Потому что мы можем, вообще говоря, мы для любого, мы, из доказанной нам в прошлый раз формулы КАДИ, мы для любого четырехугольника знаем, какая в нем вероятность пробора. Другое дело, что, чтобы это привязывать к интерфейсу, нам удобно, чтобы одна из четырех точек была просто начальной точкой области, но формула КАДИ может доказать любых четырехугольников, причем криволинейных, то есть это вообще как абы какая область и четыре точки на границе. Прекрасно. А теперь давайте я поставлю большой восклицательный знак и прошу проснуться тех, кто спит. Потому что сейчас происходит важная вещь. Как вы помните, мы доказали формулу КАДИ. В частности, следствием из того, что мы ее доказали, является то, что вероятность пробора конформно-инвариантна. Если одна область с четырьмя точками переходит в другую с четырьмя точками, отмеченные точки на границе в отмеченные точки на границе, то вероятность пробора в одной и в другой совпадает. Потому что ответ формуле КАДИ получается следующим образом. Рассмотрим то единственное отображение в правильный треугольник, который переводит три вершины в три вершины, и посмотрим, куда переходит четвертая. Из-за единственности у нас получалась конформная инвариантность. Но я только что сказал, что знания вероятности пробора для всех четырехугольников хватает, чтобы задать закон о распределении на кривых. Вывод. Закон о распределении на кривых тоже конформно-инвариантен. Если мы берем две области, это я, видимо, уже могу и хочу стереть, если мы берем две области, каждая с двумя отмеченными точками на границе, А, Б, А штрих, Б штрих, какое-то отображение Ф переводит область в область, точку А в точку А штрих, точку В в точку Б штрих, то закон о распределении случайной кривой в области, давайте это будет область Д, это будет область Д штрих, так вот, закон о распределении интерфейса в области Д штрих, такой же, как если мы возьмем закон о распределении интерфейса в области Д, и просто каждую кривую отправим отображением f. Будет ли это в том, что 4-х вольт, где может можно конформировать, но за границу она может конформировать, когда там не будет? Потому что мы не будем раздевать конформировать? Не будет. Ответа не будет. Потому что мы работаем в этой области. Еще раз. Я сказал, что если одну область мы конформировать в другую и вершины в вершины, то закон для кривой, отправляя каждую кривую отображением, образом закона получается в точности закон в новой области. Да? Ваша правда. Вывод, что в частности у этого закона есть симметрия. Например, если я переведу вместо окружности в верхнюю полуплоскость, переведя одну точку в ноль и другую в бесконечность, то предельный закон будет инвариантен относительно гомотетии. Да, вы правы, но следствием из того, что я сказал, является еще и такая инвариантность. И вот это одна из самых важных вещей, которые здесь есть. Значит, наша светлая цель на оставшиеся 25 минут научиться описывать все законы, это получить описание для более-менее всех возможных таких законов. В частности, а уж какой... И это и есть то самое уравнение эволюции Шерма-Льровная, которое пишется SLE, а уж то, что параметр 6 мы выкапывать не будем. Итак, прежде чем мы перейдем к... Значит, вот эта вот конформенная инвариантность, это исключительно могучий инструмент. Мы сейчас им будем пользоваться, но сначала мы вернемся на полчаса назад и попробуем подумать чуть-чуть по-другому, как мы можем вести этот самый интерфейс и что мы знаем, проделав несколько шагов по строению интерфейса. Вот давайте я интерфейс и всю внутренность моих шестиугольничков сотру. Я еще не подкидывал монетки, еще ни разу. В этот момент я знаю только то, что я начинаю с точки границы. Чтобы сказать, куда я поворачиваю, направо или налево, мне нужно знать только то, какого цвета прямоугольник, в который я уткнулся. Он открыт или... Шестиугольник, простите. Открыт он или закрыт? И, например, если он закрыт, если я все-таки решил, что он закрыт, то я сворачиваю направо. Если решил, что открыт, то сворачиваю налево. Поэтому мне не нужно, если область большая-большая, мне не нужно подбрасывать монетку и рисовать все сразу, чтобы узнать цвет на это вопрос. Мне достаточно один раз подкинуть монетку и решить, что я здесь вижу. Да? Я говорю следующее. Я... Я вообще не дам. Я занимаюсь компьютерной оптимизацией. Казалось бы, совершенно бессмысленная деятельность, но нам оно сейчас поможет. Я спрашиваю себя, как бы мне так попробовать это помоделировать, как бы мне повести интерфейс. Да? Правильно. Именно так. И не только по границе. Смотрите. Если мы уперлись... Значит, я говорю, что когда я уперся первый раз в прямоугольник, в шестиугольник, мне нет нужды подкидывать монетки сразу для всей области, чтобы решить все равно я направо или налево. Достаточно подкинуть одну монетку, решить... Здесь я вижу открытый или закрытый. После этого, чтобы решить, куда я пойду сейчас, мне опять нет нужды подкидывать монетку. Я... Сейчас. Нет. Сейчас еще... Сейчас у меня еще есть нужда подкидывать монетку. подкидывать монетку. Например, я могу увидеть... Например, я могу увидеть... Я хочу увидеть закрытое. И тогда в следующий раз я уперся в шестиугольник, который я уже знаю и который меня заставляет пройти сюда. А вот теперь опять... Я вижу шестиугольник, про который я не знаю ничего, и я подкидываю монетку. Опять-таки... Допустим, что он открытый, тогда я стройнул сюда. Допустим, что здесь опять открытый, тогда я стройнул сюда. Допустим, что здесь опять открытый, тогда я стройнул сюда. И, внимание, я уперся в шестиугольник, про который я уже решал, какого он типа. Поэтому здесь я уже знаю, что мне подкидывать монетку не нужно. Я все равно в другую сторону. То есть, когда я веду интерфейс, я могу подкидывать монетку, либо не делать ничего, если я уже знаю, во что я утыкаюсь. Мне нет нужды сразу объявлять все области. В частности, если я к какому-то моменту знаю, что у меня интерфейс как-то пошел, то я в точности решил про соседние с ним шестиугольники, что с одной стороны они у меня открытые, а с другой закрытые, и никакой другой информации про всю область я не получил. Дам. Да, которые просто соседние с тем, как я иду. Ну, да, и по границу, естественно. А теперь давайте я это нарисую. И сейчас будет второй важный момент. Смотрите. Мы уже знаем, что тот закон, по которому у нас идет зеленая кривая, конформен на инварианте. Но то, что я только что сказал сейчас, на самом деле дает второе важное следствие. Если мы прошли по интерфейсу какое-то расстояние, остановились и сказали, что вот давайте предположим, что мы знаем кусок интерфейса до этой точки, а дальше не знаем ничего, то ввести интерфейс дальше – это все равно, что ввести интерфейс в новой области, образованной исходной областью, с интерфейсом в качестве разреза. Если у нас есть… Давайте я сотру эту картинку, потому что она слишком большая. Если мы знаем… Если у нас есть область D, вот точки А, вот точки… Вот точка B. Вот мы… Допустим, что мы знаем какой-то начальный участок интерфейса. Тогда, по и условиям, что мы это уже знаем… Давайте я обзову концевую точку интерфейса H-трих и скажу, что после этого я веду интерфейс в новой области, которая есть в старую область, плюс разрез вдоль интерфейса. И это второе важное свойство. А теперь смотрите… На самом деле, даже если самокоснулись, просто если самокоснулись, то это означает, что тот кусочек, который отрезается самокасание, можно без проблем выкинуть, потому что вернуться туда мы не сможем. Господа, значит, давайте все-таки, если несложно поднимать руки, чтобы избежать ситуации, когда говорят двое одновременно. Слава, значит, в непоревном смысле это можно сказать, и я это не буду говорить, потому что количество взмахов руками все равно уже превысило, с моей стороны уже превысило критическую массу, чтобы считать, что я вас крайне люба с ними. Да, слушаю вас. Мы говорим, что если мы уже знаем начальную часть интерфейса, то задача, как он пошел дальше, при условии, что мы знаем начало, это все равно, что задача просто об интерфейсе, но в новой области, которая есть старая область с разрезом. Так, теперь. Внимание. Значит, у нас был, значит, это один восклицательный знак, и вот это второй восклицательный знак. Давайте я скажу страшные слова «майковское свойство» в больших кавычках. Неважно, что это такое, давайте просто считать, что я это буду так называть, что я приклеил к вот этому свойству такую этикетку. Да, да, Слава, слушаю вас. Еще такой вопрос. В дискретной ситуации у нас возникали ситуации, когда новая задача об интерфейсе не полностью кавалитом стала задача об интерфейсе, а именно когда у нас перейдем прямо сейчас уже предупределенный стебольник. Ну или когда у нас, не прямо сейчас, а когда у нас когда-нибудь дальше снова мы уберемся в стебольник. «Игнор». Значит, да, спасибо, но уровень строгости, на котором я сейчас рассказываю, сильно меньше, чем тот, на котором нужно аккуратно обрабатывать совершенно верно задаваемый вам вопрос. Значит, да, спасибо, нет, мы об этом сейчас не будем задумываться. Нет, ну, у нас сейчас еще столько пакостей появится, что, значит, не волнуйтесь, это еще не самый большой взмах руками, который мы сейчас сделаем. Вот. Итак, у нас есть конформная инвариантность плюс майковское свойство. Я хочу сказать, что конформная инвариантность плюс майковское свойство и это теорема, и, видимо, это шрам. Даже если мы ничего не знаем о том, как именно идет кривая, если мы забудем, что это задача об интерфейсе в переколяции на треугольной решетке. Просто знание того, что зеленая кривая, что интерфейс, конформная инвариантность и майковское свойство влекут, что ее закон описывается словами SLE Каппа с некоторым параметром Каппа. Что это такое, я сейчас скажу, но смысл вот этого дела в том, что, вообще-то говоря, на зеленых кривых количество всевозможных законов, которые могут быть, просто огромно. Оказывается, что одно и другое свойство настолько жестко ограничивают число возможных вариантов ответа, что остается только однопараметрическое семейство возможных законов. А дальше уже последним шагом будет сказать, чему именно равен параметры. в задаче об интерфейсе в перколяции это шестерка, в задаче для случайного дерева, для которого это тоже так, это восьмерка, в задаче, в каких-то других задачах бывает восемь третий. Скажем, если у вас в задаче о границе компоненты уже не для перколяции, когда шестиугольнички совершенно независимы, а в критической модели изинга, там что-то, какая-то, сейчас, чтобы я помнил, восемь третих, наверное, или нет. В общем, есть много, много, много задач, в которых ответы обладают одним и другим свойством, и тем самым, по этой теореме, ответ это SLA каппа, и остается только указать явно параметры каппа. Вот эту вот импликацию мы за оставшееся время попробуем быстренько сделать. Да-да-да, именно вот так. Хорошо. Хорошо. Итак, я собираюсь доказывать теорему, и, конечно, я прошу прощения, в обычной ситуации так не делают, но если я сейчас напишу, что такое SLA каппа, то первая реакция будет, простите, что вы написали. Поэтому я хочу, вместо того, чтобы строго сформулировать теорему, пройти по пути ее доказательства, допрашивая наш зеленый интерфейс, что именно он может нам о себе рассказать, и под конец получить ответ, который будет, на самом деле, не таким уж и жутким, но зато у нас получится совершенно естественно. Итак, смотрите, шаг первый. У нас есть знание о конформенной инвариантности. Вывод. Вообще-то говоря, можно выбрать одну какую-то произвольную область, две точки на границе и задавать то, что творится в ней. Потому что любая другая в нее переводится и две точки на границе в две точки на границе. Односвязные области, а как вы помните, я в прошлое заявил, что у нас все области связанные и односвязные, так вот односвязные области, отличные в всей комплектной пластике, друг в друга конформенным преобразованием переводятся. Кстати, есть ли идеи, какую именно область мы хотим взять в качестве такой самой основной? А точки куда? Нет, смотрите, задача о форме интерфейса вас просят две точки, а не четыре. Ответ правильный. Смотрите, у вас явно еще слишком много энергии и недостаточно линии. если вы все равно можете выбрать произвольную область, выберите ее как можно лучше. Зачем парилаграмм, когда можно квадрат? Уже красивее, уже симметричнее. Зачем квадрат, когда можно круг? Вот точка, вот точка. Зачем круг, когда можно верхнюю полуплоскость? Там явно видно оставшееся симметрое, оставшееся однопериметрическое семейство преобразований. Можно гамма-трите делать. А точки, естественно, ноль и бесконечность. Итак, когда мы ищем ответ, на самом деле мы можем искать ответ в кривых из нуля в бесконечность, а растущих в верхней полуплоскости. Кстати, немедленное замечание. Как я обещал, кривая касается границы. Но мы знаем, что у нас все инварентно относительно гамма-трите. Поэтому на самом деле стартующая кривая постоянно касается и себя, и границ. Она в реальности очень-очень-очень сильно себя касается. Вот. Хорошо. Но теперь я собираюсь сделать следующее. Мы твердо знаем, что наша кривая плохая. поэтому мы с ней будем работать как с хорошей. Представив себе, что вообще кривая чисто гладкая. Мы пока в нашей издаче воспользовались только одной половиной конформной инварентностью. Мы еще не воспользовались марковским свойством. Совсем. Поэтому странно было бы, чтобы мы получили какой-то ответ. давайте попробуем воспользоваться. Для этого давайте сделаем то, что называется словом проиметаризация Левная. Левная. значит, проиметаризация Левная. Того самого Левная, которое буква L в Шрам Левная. Левная. Эволюшн. Левная. Он работал с конкретными разрезами, и это кажется год 29-й. Итак, проиметаризация Левная. Давайте представим себе, что у вас в верхней полуплоскости растет какой-то хороший разрез. Как бы нам так с этим разрезом, как бы нам его описать? Давайте остановим этот разрез в какой-то промежуточный момент. Мы получили верхнюю полуплоскость с некоторым кусочком разреза. Давайте возьмем и развернем ее обратно на всю верхнюю полуплоскость. Мы же знаем, что односвязная область переводится в верхнюю полуплоскость. Естественно, но только в этот раз нам будет удобнее переводить конец разреза не в ноль, а куда перейдет. Зато мы попросим, чтобы в бесконечности у нас отображение хорошо себя вело. Что такое хорошо, я сейчас скажу. Но давайте для начала я проговорю, что у нас происходит. как именно будет выглядеть то, что мы делаем. Вот у нас есть разрез, идущий в верхнюю полуплоскость. Мы останавливаем этот разрез в какой-то момент, а раскрываем то, что получилось на всю оставшуюся верхнюю полуплоскость. А? Да. А вот бесконечность, к которой этот разрез вообще должен быть стремиться, переводим в бесконечность. мы сейчас скажем, как именно мы это делаем, и для любого параметра на кривой t, раз это кривая, значит на кривой зон, значит есть параметр. Давайте останавливать в любой момент времени t, и получим семейство отображений gt. У нас сейчас окажется, что после того, как мы аккуратно уберем все симметрии, чтобы все было однозначно определено, семейство gt удовлетворяет некоторому простому дифференциальному уравнению. Поэтому в конце мы получим ответ я. А визуально эту картинку можно себе представить так. Давайте я формулировкой доказываем теоремы, кажется, уже я надеюсь ее запомнили. Давайте я все сотру и нарисую, что именно происходит. Представьте себе верхнюю полуплоскость как такую ткань. Ткань конформенна, то есть она может растягиваться, а вот углы стараются оставаться на месте. у нас идет кривая, которая выполняет разрез. А мы эту ткань немножечко на бесконечности держим натянутой. В результате, когда разрез дохода-то доходит, у нас ткань под нашими руками немножечко поддается, и мы разворачиваем. Давайте я нарисую нет, не тем цветом. Давайте я нарисую синим разрез до одной части. красным другой берег. Под нашими руками ткань постоянно поддается, и мы получаем опять верхнюю полуплоскость. Мы строим семейство таких отображений ЖТ. Если я хочу говорить формально, то я скажу, что я попрошу, чтобы ЖТ в бесконечности было бы бесконечным, чтобы на бесконечности мы почти ничего не трогаем. И давайте скажем, что если ЖТ стремится к бесконечности, то ЖТ от З это З с коэффициентом 1. На самом деле в этом месте я убрал уже второй параметр, потому что у меня есть изменение масштаба. Плюс 0 плюс что-то там. Что-то там это член плюс что-то там включающие в себя единицу назад. На самом деле кажется, традиционно пишут 2Т подвести назад, а здесь член старшего порядка. Итак, я хочу сказать, что вот такой выбор давайте пока я здесь поставлю какой-то фекты, а дальше будет видно. Давайте я скажу, что когда я говорю, что я хочу верхнюю полуплоскость с разрезом перевести в верхнюю полуплоскость, у меня есть три степени свободы. Одну из них я съедаю на том, что бесконечный переходит в бесконечный, то есть большие Z-то переходит в большие. Вторую на том, что прошу, чтобы коэффициент перед Z-ом был единицей, а не что угодно, если вы сделаете замену W равно единичка на Z, то у вас бесконечности будет средствовать точка ноль, и это вопрос выбора масштаба в этом районе. У нас три вещественные степени свободы, потому что дробно линейное преобразование. Так вот, я попросил, чтобы здесь коэффициент был единицей, я съел вторую степень свободы, а дальше бы у меня не было параллельного переноса, и я на это съел третью степень свободы. Да? Это коэффициент при Z-ометчемся к бесконечности, а не к нулю. Это разложение вряд на больших Z. Если хотите, то можно сказать, что я ввел координаты W-1 на Z, и попросил, что в новых координатах Z с волной T от W начинается с W, то есть 0 переходит в 0 в координатах единичка назад. Нет, сопряженно я делаю обе, 1 на G-T от единички на W, есть W плюс члены старшего порядка. следует, но это следующее требование. Вообще-то здесь могло быть константа. Вы могли бы бесконечность перевести в конкретную точку. Первая степень свободы, которую я съедаю, что точку в точку. Смотрите, давайте посмотрим лучше в координатах единичка на Z. я говорю, что нет свободного члена, то есть ноль в ноль, а после этого говорю, что коэффициент при W единичка. Это 2. Нет, и будет третий, что нет коэффициента при W квадрат, и это вот этот ноль. Потому что то, что в координатах Z есть параллельный перенос, в координатах W это в первом приближении W плюс W квадрат. Да, слушаю вас. У меня минус 4 минуты. Спасибо. Значит, вот у нас устраивается вот такая параметризация. То есть любой каевой мы сопоставили семейство JT. Давайте я скажу, что вот этот член отвечает тому, как футболка поддается на бесконечности под нашими руками, и он всегда фиксирован в знаках. Значит, если мы делаем вот так, нам нужно расходиться, значит, фиТ положительно. Поскольку выбор параметризации произволен, то можно фиТ принять за 2Т. Смотрите, мы сейчас, говоря, что здесь стоит 2Т, мы выбрали фиксированным образом параметризацию на кривозе. после этого самое ключевое место следующее. Давайте возьмем маленький разрез в верхней полуплоскости. Посмотрим, к чему приводит его разворачивание. Разворачивать разрез в 2 кусочка, это все равно, что последовательно разворачивать разрез кусочка, потом еще один. Можно посмотреть, как именно сдвинутся все точки. Можно посмотреть, сколько именно мы наберем здесь. В результате получится, на самом деле, на это самое семейство дифференциальное уравнение, которое я заявлял. А физический смысл дадим следующий. Любой разрез можно запараметаризовать тем, как при этих отображениях ЖТ переходит концевая точка до разреза к моменту Т. То есть, вот у нас наша конформная ткань в верхней полуплоскости. Можно себе представить, что мы берем маленький резец и с постоянной скоростью эту самую полуплоскость разрезаем, она чуть-чуть на него налезает, разрезается, налезает, разрезается, и кривая разреза параметаризуется тем, как этот резец двигается, в какие точки он попадает в каком момент времени. Маркерское свойство говорит нам, что если мы сделали разрез за два этапа, если у нас есть длинный кусок разреза, мы можем сначала развернуть одну его часть, а потом уже развернуть то, во что перешла вторая. Марковское свойство в терминах того, как движется резец, говорит, что это процесс с независимыми превращениями. То, как сдвигается резец каждую секунду, независимо и устроено совершенно одинаково. Дело в том, что все такое полностью описывается. Симметрии хватает, чтобы сказать, что это бароновское движение. Вопрос только с каким коэффициентом. поэтому ответ на вопрос, что такое уравнение эволюции шрама левная звучит так. Из марковского свойства и конформенной инвариантности следует, что это кривая, параметризованная в смысле левная, то есть резец движется по вещественной прямой, а верхняя полуплоскость на него постоянно налезает таким резецом. Так вот, это кривая, параметризация левная, движение резца которых, это бароновское движение с коэффициентом корень из каппа. Давайте я это здесь напишу. SL параметризация левная, это есть корень из того самого параметра каппа, который я описал, умножить на бароновское движение. И то, что это бароновское движение происходит из-за того, что мы можем когда мы раскрываем начальную часть разреза, следующий разрез распределен точно так же. Давайте считать, что я наверное закончил. Боюсь, что следить за последней частью было сложно, но по крайней мере, может быть, вы увидели из каких кусочков оно собирается. Спасибо. Спасибо.